Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул Сергей Иванов, он приходил к Кристине Ослиной. На днях на проект пришла бывшая девушка Сергея Кучерова Ангелина Татишвили. Она собирается приехать к нему на остров. Их отношения до проекта длились всего 2-3 недели. Зрителям показалось, что она похожа на Юлию Ефременкову, сама девушка так не считает. Мы разные и характеры, возраст и темперамент, но во внешности есть схожесть, пишет Ангелина. Ангелина была замужем, что многим кажется удивительным. Ей всего 20, а она уже успела и замуж сходить, и разойтись, и в конкурсах поучаствовать, и бывшей Кучерова побыть. Захару Саленко предстоит пожить вместе с Машей Кахно в одной комнате целую неделю. Ребята уверяют, что они просто друзья, но участники уверены, что из них может получиться неплохая пара. Вика Романец и Антон Гусев расстались. Сначала в Вики пропали все ее совместные фото с Антоном. Потом она написала пост, в котором подтвердила слухи о своем расставании с ним. Она призналась, что устала тянуть все на себе и что они просто не подходят друг другу. Многие антифанаты Романец уверены, что пара решила пропиариться таким образом, используя популярную тему расставания и примирения. Нашлись и свидетели, которые только что видели вдвоем в торговом центре. Новенький Виталий Малышев ухаживает за Кристиной Ослиной. Он готовит девушке сюрпризы и даже вышел за ней на предвариловке. Костя Иванов рассказал, что во время ухода с проекта при прощании с аппаратной у Саши Гозиас вылезла скупая, но искренняя слеза. Все-таки она была на доме 2,2 года. Сейчас Саша уехала в Балтийск, она проводит время с дочерью. Костя тоже отправился домой во Владивосток, чтобы повидать сына. Ольга Бузова проводила конкурс для своих поклонников на лучший клип на песню «Привыкаю». Она встретилась с победительницами, Бузова пишет. «Как и обещала, я привезла всех в Москву. Устроила девочкам шопинг и, конечно, ужин в любимом ресторане «Ласточка». Это девушки из Саранска, из Казани и из Сыктывкара». Курбан Амаров поделился снимком своей дочери. Зрители сразу стали гадать, на кого же похожа малышка больше на отца или на мать. Егор Халявин, который недавно перенес неудачную пластику лица, напугал поклонников новым снимком. У него открылось сильное кровотечение, из-за чего лицо молодого человека буквально залило кровью. Но Халявин сдаваться не намерен. Он хочет стать первым российским Кеном. Но кто настоящий, уже готовый Кен, так это Илья Григоренко. Ему никаких операций не нужно делать, ему все дала природа. Алена Ашмарин и Илья публикуют много новых снимков. Они ждут ребенка и готовятся к свадьбе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.